Здравствуйте, информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Сегодня ночью на улице Мусина произошла авария, обстоятельства которой напомнили лихо закрученный боевик. Разбив три машины, виновник попытался скрыться с места ДТП на чужой машине и вновь попал в аварию. Я не был к рулю. А кто был? Мальтиш, который меня довозил. А это он, чтобы с тобой придался? Наверное. Я деньги заплатил, чтобы доехать до 30 до дома. Я поймал мотор, понимаете? После аварии водители вызвали ГАИ и стали дожидаться инспекторов. На улице было холодно. Владельце «Шевроле» предложил молодому человеку, управлявшему Калиной, погреться в салоне его машины. Но он не знал, чем все это закончится. Отец мне позвонил, сказал, что в него врезался пьяный водитель. Вот сейчас он ждет, я сам с температурой лежу дома. Вот я говорю, ладно, приеду. Нет, ГАИшников вызвал. Сказал, все, говорит, нормально, все. Через некоторое время звонит, говорит, вот, говорит, он, говорит, пытался угнать у меня машину. Я, говорит, на машине повис, чуть ногу повредил, это ты уж приезжай. Я уж быстрее в машину скачал и приехал. Пытаясь скрыться на чужом автомобиле, молодой человек выехал на полосу встречного движения и поехал в сторону улицы Чуйкова. Но не справился с управлением. Завел Део Матис и в довершение всего врезался в стол. Все это произошло на глазах полицейских, которые приезжали мимо. Они и задержали злоумышленника. А за рулем находились? Нет, нет, в рот, уйдите. Пострадавший владелец «Шевроле» ехать в больницу отказался. Медики оказали ему помощь на месте. Пока выяснялись все детали происшествия, в милицию обратился человек, который сообщил, что с парковки крупного торгового центра у него угнали автомобиль. Это оказалась та самая «Лада Калина», водитель которой спровоцировала аварию. 18 человек эвакуировали пожарные из высотки на проспекте Ямашево. Помощь медикам понадобилась двум хозяйкам сгоревшей квартиры. Поначалу жильцы дома не сразу поняли, что, собственно, произошло. Густой едкий дым, проникавший в квартиры, заставил выйти людей на улицу. Тех же, кто не успел, эвакуировали подоспевшие огнеборцы. Думаю, у нас что-то случилось. Машина работала, стиральная, думаю, у нас с машиной что-то запахло в квартире. Не знаю, нас только выгнали от пожарники. Вот я, как дома хожу. У нас дома 15 градусов всего. Может быть, что-то она и включила, я не знаю. Некоторых жильцов попросту не было дома. Узнав о пожаре, люди бросались на помощь к домочадцам. По словам соседей, в квартире, где случилось возгорание, проживает мать и дочь. Несколько лет назад у хозяйки погиб сын. С тех пор люди стали замечать странности в поведении женщины. Она кидалась раньше, ходила на нас, потом успокоилась немного. Можь в деревне живет, дочка тоже одна работает, ходит. У нее сын ведь машину задавил. Она после этого такая стала. Чуть позже стало известно, что огонь вспыхнул в одной из четырех комнат. Пламя быстро перекинулся на мебель и многочисленные тюки с одеждой. Ну здесь обгорело. Мебельки, тут вот. По-моему, могут обогревать, замкнуться. Обе женщины не решались дымом и были доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Сегодня ночью в поселке Аметьево случился большой пожар. Жители рассказали, что сначала услышали громкий хлопок, и после этого огонь в считанные минуты охватил жилой деревянный дом. Когда начался пожар, все жители округи крепко спали. На ноги их поднял грохот, который буквально разорвал тишину январской ночи. Хлопок был. Зарвалось. Видно, баллон зарался. Ну что-то хлопок. Жена вышла, он валит на кольцо. Ваня говорит, вставай. Это строкин горит. Люди сразу вызвали пожарных и выбежали на улицу. Как говорят очевидцы, огонь в считанные минуты охватил одноэтажную деревянную постройку целиком. До последнего момента была неизвестна судьба хозяина дома. Я знаю, что он раньше здесь был. Они знаю, говорят, нет его. Может, к дочери увезли. Не знаю. Он старый. Может быть, дом поставал, да? Может быть, может быть. Не знаю. Ничего не могу сказать. Воды для тушения пожарным пришлось подвозить в автоцистернах, так как ближайший гидрант находился достаточно далеко. Огонь полностью уничтожил постройку. Точную причину возгорания выяснят пожарные дознаватели. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами так...